Развитие, несмотря ни на что, это главный принцип компании Фосагра. Способность двигаться вперёд, невзирая на внешние обстоятельства, она доказала ещё во время пандемии коронавируса. И сегодня компания не снижает темпов производства и реализации инвестиционных проектов. Например, в Балаковском филиале АО «Апатит» появляются новые подразделения, модернизируются действующие, построен склад фосфорной кислоты, возводится склад готовой продукции, началась масштабная реконструкция одной из серно-кислотных установок. В этом году компания направила на инвестиции около 64 миллиардов рублей, а в ближайшую пятилетку более 250. Большие инвестиции реализуются в Сарабской области, в городе Балаково. Мы завершили два этапа развития Балаковского завода. И вот буквально недавно нашим инвестиционным техническим советом приняли третий этап развития Балаковского завода. Начиная с следующего года он начнёт реализовываться. И в ближайшие три года мы рассчитываем начать производить на этом заводе так называемые тройные удобрения марки НПК, они только двойные. Компания – яркий пример эффективного использования действующих в стране мер стимулирования инвестиционной активности бизнеса. Эффективность корпоративной стратегии развития на днях оценил глава Федерального Минэкономразвития Максим Решетников. Он побывал с визитом в Череповце, где работает крупнейшее предприятие группы Фусагра по выпуску удобрений. В рамках реализации комплексной программы долгосрочного развития компания запустила новое производство и создала сотни рабочих мест. За 10 лет производство минеральных удобрений выросло вдвое. А это весомый вклад в урожайность, которая в этом году бьет рекорды, подчеркнул Решетников. Компания Фусагра не раз доказывала, что все эти меры реально работают, что это приводит к вводу новых мощностей, к росту оборотов, инвестиций и в конечном итоге новые рабочие места и заработная плата для людей. И сейчас действительно компания использует механизм соглашения о защите поощрения капиталовложений, которые мы не так давно перезагрузили. У нас возобновился процесс подписания этих соглашений. Но важно, что компания еще до этого в первую волну подписала СЗПК на строительство в Ленинградской области новых производственных мощностей и успешно с этой задачей справляется. Поэтому в данном случае мы в лице компании видим такого надежного, очень системного игрока в российской промышленности, в секторе минеральных удобрений, кто во многом формирует политику и кто обладает таким стратегическим видением и планами по развитию. Максим Решетников в ходе своего визита в Череповец познакомился с результатами работы предприятий Фусагра в первых трех кварталах года. Набранная динамика выпуска готовой продукции позволяет компании улучшить прогноз по объемам производства. Он может превысить 10,9 миллионов тонн. Только одно Балаковское подразделение группы по итогам текущего года вновь превысит планку в 2 миллиона тонн готовой продукции.